кто украл камеру машина камера и два оболтуса которые смогли просрать эту камеру кажется пазл складывается что тут делает молоток для отбивных но все равно я докопаюсь до правды шерлок есть успехи есть реально в реально согласен и я не шерлок я колумба хэй ребят всем привет меня зовут денис и мы с моей женой потеряли камеру за 500 долларов вот так вот камера выглядит эта камера sony что самое печальное это вторая экшн камера которую мы потеряли вкратце в 2017 году мы с викой ехали на вид fest и на пересадки вот именно на вот этой вот скамейки я оставил gopro это было gopro hero 3 plus silver в общем было очень жалко но речь пойдет не они речь пойдет вот об этой камере sony в этой камере была флешка на 128 гигабайт на которой было отснято очень много материалов которого наверное хватило бы на два влога которые уже никогда не выйдут на этом канале неприятно осознавать что этой камеры сейчас пользуется какой-то другой чужой человек моей вещью кто-то пользуется на эту камеру были отсняты последние влоги практически со всех поездок я за свою жизнь находил два сотовых телефона и каждый раз я заходил в контакты находил какого-то ближайшего родственника звонил спрашивал как выглядит телефон если все сходилось а все в принципе всегда сходилось я отдавал эти сотовые телефоны я не понимаю людей которые находят вещь и потом спокойно пользуются ведь они прекрасно видели материалы на флешке они видели мое лицо они понимают что вот мы пользовались этой камерой мы снимали на нее что мы ее потеряли и скорее всего ее ищем из-за этого расстраиваемся но нет люди скорее всего просто отформатировали флеш карту и спокойно пользуются этой вещи я просто не представляю как можно пользоваться чужой вещью еще больше я презираю людей которые могут просто украсть вытащить чужую вещь и знаете такие люди никогда не будут счастливы я сейчас это не со злости говорю я обосную почему я так думаю потому что это очень негативный опыт в жизни то есть человек например ворует сотовый телефон камеру или кошелек деньги закончатся камера телефон либо устареют либо рано или поздно сломаются а человек уже привык к легким деньгам тем самым когда он первый раз взял что-то чужое он переступил через себя переступил через свою совесть конечно же я не буду ставить крест на всех людях многие исправляются но как правило это очень негативный опыт который не приносит счастья а вообще в этой потери виноваты мы с викой я объясню почему эту камеру мы не могли просто так выронить мы не маленькие дети мы всегда контролировали и эта камера очень часто валялась у нас машине в машине вот здесь сбоку чтобы она была под рукой мы снимали разные интересные моменты снимали поездки сейчас мы покушаем сами а потом будем кормить наших мелких привет девчонки попа попрыгунчик уже тут сейчас мы их будем кормить фатерс как тебе поездка стала снимали наши путешествия и в этот раз не было исключением но так получилось что мы очень много отдыхали и съемки были очень размеренными и то есть в какой именно день камера пропала из машины мы не помним и не знаем обнаружили пропажу мы только спустя неделю и соответственно мы не можем точно сказать где именно мы ее потеряли точнее где у нас ее вытащили и так больше конкретики я буду говорить слово что мы потеряли на самом деле мы скорее всего не теряли а у нас ее вытащили просто мне так проще мы потеряли камеру в республике башкортостан в билибеевском районе где именно в билибей либо же в поселке приютово мы не знаем мы четыре раза мылись на разных автомойках. Мы один раз ездили тонировать машину и подвозили просто попутчиков. Мы просто тупо оставили эту вещь в машине и понадеялись на добросовестность людей, которые нас окружали. Какие именно люди это сделали, мы точно не знаем. Но я прекрасно знаю, что эта камера рано или поздно всплывет. Таких камер очень мало. Такие камеры покупают очень маленькое количество людей. И рано или поздно, я уверен, кто-то будет продавать эту камеру. Ну, хотя, может быть, просто ей будут пользоваться. Но, чем черт не шутит, я буду просто иногда посматривать эти объявления. Вы, кстати, тоже можете посматривать. Если что, если что-то обнаружите, пишите в Дирик. В завершении хочется подытожить и сказать о какой-то морали этого ролика. Ну, наверное, самое главное это сделать выводы. Выводы о том, что не нужно доверять людям направо и налево. Не нужно доверять чужим людям. Не нужно думать, что все честные, что никто ничего не может тронуть. На самом деле, это грустная мораль, потому что тем самым ты дальше становишься от людей, ты создаешь вокруг себя некий барьер. Но это печально, и может быть, я что-то говорю не так, и это неправильно. Но мой опыт жизненный показывает, что лучше никому не доверять, кроме своих родных, близких и друзей. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. И я рад, что вы досмотрели это видео до конца. Если вы хотите следить за этой ситуацией, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Вот здесь он сейчас будет написан. Также на него ссылочка в описании. Большое спасибо за ваш лайк, за вашу поддержку. Подписывайтесь на канал. А с вами был я, Денис. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok